я андрей зубов это триста шестьдесят пять инфо здравствуйте сегодня у нас удивительный гость наша замечательная не праздничать заслуженный деятель республики казахстан аида аюбова в ряд международных премий скрипач наше солнце такое музыкально ну и крайне невыносимо красивая женщина я позволю себе такой комплимент спасибо вам что пришли не часто у нас бывает гости вот такого уровня и вообще я вам скажу что наше телевидение интернет и радио тоже к сожалению как-то не очень жалуют ваш профиль профиль классический как вы думаете на что вы выживаете вообще вот ну наверное просто бог нам помогает потому что мы действительно люди такие одержимые своей профессии да нас не очень много но вот я имею ввиду конечно классических музыкантов классических исполнителей солистов и вот систем что конечно интерес небольшой и может быть он и есть может быть был бы даже больше но к сожалению сменам совершенно никак не помогает а это естественно радио и телевизия телевидение раньше на канале хабар хоть какие-то наши концерты транслировались да они за приходили записывали особенно если интересные с оркестром с какими-то именитыми дирижерами но уже я вам скажу почему потому что тогда курировал дарига султана надзарба которая сама любит это дело она одолелась сейчас к сожалению вот может быть она нас услышит и это дело возобновится я специально посмотрел в интернете набрал аида аюпова в новостях вы знаете последнее интервью с вами был год назад как раз по-моему на хабаре на утренней программе короче говоря мало вас и не только вас а ваших сподвижников какие у вас новости что произошло интересно ну за последние несколько месяцев взять вот в мае был такой интересный концерт в алмате каждый раз мы стараемся с моей пианисткой ну либо я когда с оркестром играю разнообразие программы делать ее конечно же для слушателей какой-то необычной и вот последний концерт мы решили использовать клавесин это была такая музыка мы даже назвали концерт от музыки барокко до романтизма и начали мы естественно с барочной музыки там была скрипка с клавесином вот половина концерта была такая музыка гендель тартинь и так далее потом мы плавно перешли к моцарту уже зазвучал рояль и завершили брамсом почему я говорю что он такой знаменательный может быть да потому что он был необычный и у нас вообще клавесин практически не использует уже давно я вообще не слышала орган есть да клавесин почему-то нет и людям очень понравилось остались очень довольны потому что все это было приятно для уха и необычно а после этого большой радости у нас остался сольный концерт в испании на фестивале ежегодно международном в городочке под названием алькой очень хороший город очень теплая публика вот с гуджана зимбаева это моя пианистка с которой мы уже несколько достаточно немало лет сотрудничаем играем вот мы там дали сольный концерт который тоже прошел с успехом покорили испанцев там фестиваль продолжался несколько дней пять и мы получилось что приехали самом начале послушали все концерты естественно реакцию публики еще достаточно скромные но объективные на самом деле нас принимали лучше всех аплодировали не отпускали там мы играли несколько вещей на бис вот так вот закончился концертный сезон достаточно успешно это было в июне теперь до сентября да у вас ну вообще официальный отпуск да ну конечно в это время все равно что ты планируешь к чему-то уже постепенно что планируется что ждать осенью ну осенью будет опять такой вот с пианисткой с гуджана зимбаевой в ноябре 12 ноября у нас запланирован концерт мы хотим исполнить такую музыку кинофильмом сделать вообще такой не классический каким фильмом ну это еще пока как бы даже нами не утверждено да но это будут разные фильмы конечно и советского периода тоже скажите пожалуйста последнее время все таки люди стали ходить на классические концерты вот этот тончайшая какая-то прослойка интеллигенции даже интеллигенции не то наверно слова людей которые идут по зову души да она у нас сохранилась почему все таки я возвращаюсь к началу государство не поддержка смотрите нас существует радиоклассика да там мои друзья ваши тоже вели программы авторские потом казалось что это накладно для кого-то я слушаю дома радио венеция классическая музыка круглосуточная итальянская ее содержит государство и очень этим гордиться почему бы нашему акимату не взять под крыло вот хотя бы эту радиостанцию чтобы мы слушали классическую музыку а не одну попсню но возможно сегодня эту нашу сегодняшнюю программу божомбовек тоже услышит который который совсем недалек да от музыки скажем так и может быть тоже тем более что каким-то у нас музыкальное образование на имеет музыкальное образование закончил в школе в европе учился конечно это должно поддержать это же господи без этого невозможно это во все времена во всех странах было так за счет этого только искусство и выживал это но за счет меценатов конечно но и при поддержке государства и даже сейчас вот этот фестиваль на котором мы участвовали да он полностью финансируется городом город полностью оплачивает все затраты это значит и авиабилеты и гостиницы и какие-то гонорары естественно аренда помещения зала и они тоже этим гордятся и это замечательно проходит люди полные залы тем самым тоже все равно я видимо наверное это как-то окупается потому что люди покупают и билеты да и в общем-то довольны все и удобно всем но они еще горды что они это делают они поддерживают и конечно у нас совершенно все по-другому к сожалению величайшему конечно остается только надеяться надежда говорит у меня это последний что что-то будет меняться потому что без этого а так вы спрашиваете как вы выживаете ну каждый выживает как может мы стараемся каждый раз найти если это какие-то свои проекты до финансов каких-то спонсоров хотя это сейчас очень сложно очень редко тем более сейчас кризис а так вот если даже без этого ну просто филармонии в которой тоже недостаточно даже бюджета чтобы дать действительно правильную хорошую рекламу чтобы люди пришли вот вы говорите народ ходит нас на концерт а знаете куда идут вот в готовы идут да потому что реклама хорошая идут на приезжих исполнителей какие-то потому что реклама идет дополнительная подключаются какие-то средства массовой информации у нас же филармонии где уже 20 лет кстати работаю солисткой у нас просто что но вывешиваются афиши где-то там на сайте там информация выдается и в принципе никто не знает что происходит меня зачастую спрашивают а да у вас там что-то есть да вообще концерты проходят игр но знаете вообще постоянно я могу обещать что я думаю руководство нашего портала но возьмем от вас под крылом не откажется по крайней мере я буду ходатайствовать а ваше увлечение джазом как она пожелает джаз ну всегда просто мне нравился вообще люблю да и часто слушаю и решила попробовать потому что ну вот востребности как вот вы заметили да последнее интервью там год назад конечно концерт они есть но все равно мне этого недостаточно мне достаточно энергии чтобы еще заниматься чем-то другим поэтому решила попробовать с виктором хоменкова мы давно знакомы это наш известный джазмен которым я предложила ну так поиграть сначала просто что-то сделать несколько вещей потом это значит переросло в то что мы должны записать альбом и счастью вот познакомилась я в то время с французами известными музыкантами братья локват которые благодаря которым еще вот это получилось париже что мы записались на студии парижа но в общем то на самом деле джаз это та же самая классика этим надо заниматься серьезно прямо туда вот уходить этого у меня не получилось я и не собиралась просто это был какой-то ну эксперимент хотелось попробовать сделать что-то новое свежее в общем то на этой стадии она так осталось но кроме классики я все равно делаю какие-то вещи вот сейчас летом потихоньку начала работать с одним известным не очень известным но очень талантливым молодым композитором аранжировщиком это саджан шаменов у него есть своя группа тоже молодые талантливые ребята вот мы делаем программу это будут аранжировки но это не джаз там больше фьюжн что-то попса нельзя сказать не могу потому что сама не очень как бы хотя есть очень талантливые странные исполнители ну что-то вот такое вот ну качественное хорошее но качественно не классическое то есть джазовых каких-то композиций мы пока увидеть не сможем джазовых пока нет да а вот о том что вы сейчас сказали это будет какой-то концерт или это на диске будет или нет обязательно да просто это еще в самом начале мы только подбираем репертуар кое-что потихонечку репетируем но в дальнейшем конечно это будет альбом это будет презентация концерт в общем-то и люди узнают вы узнаете первым у меня еще к вам до вопроса меня просили и задать первый вы долгое время жили в австрии в вене почему вы не остались в австрии а второй вопрос побольше да больше шести лет я провела в вене то есть замечательное время вена стала моим вторым родным городом почему не не осталось вот когда я говорю правду на меня почему-то так вот некоторые косятся как-то неправильно понимают но это правда я вернулась потому что ну не знаю человек очень искренне и говорю как есть потому что у меня здесь семья я была ей нужна потому что родители уже не молодели а также у меня сын который в общем то ну с детских лет он с ними был чаще они воспитывали но он уже подрастал и уже нужно было мама поэтому вот ну по этой причине хорошая причина и люди может ожидать что я сказала я патриот казахстана поэтому я бы кстати не удивился потому что я например тоже понимаете мы слушаем патетику в речах политиков да и не обращаю внимание а когда человек в обычной беседе позволяет патетику нам кажется что ты наиграна она нет патетика тоже имеет место просто мы ее не умеем говорить но это дело не относится и заключительный вопрос на этой программе не вообще про меня тоже может что такое все-таки классика в чем ее секрет секрет популярности вечной жизни классика классика это это душа классика это пища для ума классика это но это самое сокровенное это то что заставляет задуматься о смысле жизни о самом главном о самом трогательном о самом каком-то то тончайшим да поэтому она живет как бы и сложно не было она живет и будет жить я так думаю я так считаю и уверен что же ну что значит мы договорились я буду просить руководства портала чтобы они взялись за филармонию обеспечить нормальную рекламу а вы к нам будете приходить с удовольствием у нас в гостях была аида аюпова все вам доброго